I have ways of blowing things up. Нет, мы это не слышали. Стараюсь на утреннем времени завершать. Ладно. Слушай, вчера музей опять попал под удар. Нет, нет, это наши планы. Нам просто нужно поторопиться. Что ты имеешь в виду? Ты обещала, что мы будем в безопасности. Я помню, я сдержу обещание. Но нам нужно уходить. Это здание долго не простоит. Уходить вместе с предметами искусства? И куда мы денемся? У меня есть еще план. Понадобиться твоя помощь. Нам нужен грузовик. У меня есть один знакомый, который задолжал мне услугу. Он мог бы достать грузовик, но сначала его нужно найти. Ты нас бросишь? Что нам делать? Продолжайте готовить экспонаты к эвакуации. Попытайтесь не дать зданию обрушиться. Я скоро вернусь. Главное, не теряйте веры в то, что мы делаем. Пожалуйста. Это у нас, кстати, какой день? 12-й? Может, уже и 12-й. Дело в том, что мне казалось, что у нас самые сложные времена тоже прошли, когда нам нужно было срочно выжить с одним инвалидом. Так, Милена ищет грузовик. На нем мы перейдем в коллекцию в безопасное место. Куда именно? Пока не знаем. Но у нас еще много работы в музее. Думали, что здесь будет безопасно. Где? Вот. Думали, что здесь будет безопасно. Теперь здание может обрушиться в любую минуту. И нам нужно найти способ спасти самим и спасти экспонаты. Времени на размышления немного. Нужно позаботиться о коллекции. Но мы уже все разложили. Мне кажется, с этим у нас проблем нет. Подготовить грузовик к эвакуации. Снаряды опять попали в здание музея. Так, а это? Перенести коллекцию в главное хранилище. Главный выставочный зал пострадал. Правый крыло музея сильно пострадало. Последний бомбежок. То есть, части раньше были кабинеты сотрудников. Блин, неужели мне что-то... Что-то новое... Подкинули. Отлично. Плохо спала потом... Нет, так ты иди тогда спать, что ли? Ложись в коробку. Иди спасай, потом пойдешь спать. Так, ты у нас просто голоден. С тобой все нормально. Каждый раз, когда Милена уходит в город, я волнуюсь. На этот раз ей нужно найти транспорт, чтобы вывезти коллекцию. Она моя бывшая начальница и мой друг. Я каждый день молюсь о том, чтобы с ней ничего не случилось. Очередная часть здания рушится. Все, что мы с Миленой сделали, весь наш труд может пойти прахом. Если мы не перенесем экспонаты, как можно сгореть. Слава богу, я больше не один. Да, не один. Так, пойдем укреплять пока что. Так, этот полтора инвалида. Иди сюда. Сколько у меня дерева там? Мне теперь дерева хватает. Мне хватает материалов немножко. Так, тут спасать вроде ничего. А, вот тут надо спасать. Все, пошел. Дерево у меня пока что вроде хватает. Опять же, мы можем потом будем... Можем потом будем наведаться еще в парочку мест. Так, ты, дружище, размер положить в коробку. Спасти. Ну, блин, нам опять придется вот этой фигней страдать, да? Куда ты в центральное хранилище несешь? Ладно. Сделать, что поделать. У меня материалов нету. Но, с другой стороны, сейчас материалы не настолько критичны. У меня вроде как есть все необходимое. Материалов мы еще раз добудем. Так, по-моему, надо было... Надо было в этот супермаркет еще залезть, да? Так, ты... Ты плохо спала? Поэтому идешь спать быстро. Но, чтобы ты до вечера выспалась, это важно. На починку еще двух мест мне не хватит. Поэтому мы, наверное, сейчас будем... Спасать все, что лежит. Что успеем. Положить в коробку. Положить в коробку. Спасти. И поехали. Две распорки мы поставили. Еще... Две распорки нам надо будет поставить. Для этого нужны будут предметы. Ну, даже если оно обрушится, наверное, мы можем... Давайте попробуем сегодня спасти оттуда все. Даже если там все обрушится, это будет не страшно. Ты фиг ли спать-то не легла? Я не устала. Отлично. Я за тебя крайне рад. Пошла работать. Просто понеслась. Слегка болен. Ты не офигел тут болеть? Пока Милена ищет грузовик, мы должны ссореточить на спасение экспонатов здания. Ситуация в музее хуже, чем мы могли представить то переезда. Но, по крайней мере, теперь в нашей жизни есть смысл. О, да. У тебя была бессмысленная жизнь до этого. Дружище. А, ну, скоро обвалится. Здесь слишком опасно. Но у меня нет материалов. Но обвалится и обвалится. И черт с ней. Блин, ты бы... Там один кусок осталось забрать. Вы издеваетесь. Положить в коробку. Положить в коробку. Спасать. Давай. Спасатели вперед. Иди сюда. Вот это спасать будешь. Там у нас один кусочек остался. Серьезно. Положить в коробку. Положить в коробку. Спасти. Но обвалится и обвалится. Значит, черт с ними. Ребят, ну, серьезно. Не вижу в этом ничего страшного. Так. Слегка болен. Плохо спала. Голотен. Пойдем подбросим, наверное, дровишек. У нас печка прокачана на максимум. Нам бы еще... Завершаем день на 12 градусах. Отлично. Они успеют это отнести. Все. На кроме количества оружия. Не покупаюсь после плохой погоды. В приют тоже не могу попасть. Идем тогда в супермаркет. Так. Ты спать, ты спать. Ты добывать. Ну, что? Не единственное. 11 место в рюкзаке. Так. Немного еды. Немного материалов. Приготовиться что-то. Если там остались торговцы, мы можем попробовать. Хотя... Давайте топор с собой возьму. Если что, мы там что-то разрубим на месте. Там хватает чего набраться. Я думаю, что если я доломаю топор, сейчас пойду туда. Торговцы, опять же, это тоже все весело и хорошо, но... Мне кажется... Так, взять все. Тут. Ну, тут же точно что-то можно разломать топором-то? Пока что забираем, а там посмотрим. Я помню, что я тут вроде как много еды, что ли, оставил. Топор уже сильно подуставший. Но, с другой стороны, делать его дорого. Поэтому просто так бросать его тоже не буду. Если его сейчас не из расхода... Я вообще брал с расчетом на то, что я его из расхода. Если его не из расхода... То я его все-таки заберу с собой. Это, пожалуй, была моя ошибка взять сейчас топор. Ну, опять же... О, я могу его на самом деле продать. Вот. Я могу его сейчас неплохо продать. Ну, что, он уже заканчивается. Я вспомнил такой маневр, что когда у тебя вещь заканчивается, она стоит столько же, как... Ну, то есть... Торговцы никогда не смотрят на износ вещи. Они смотрят просто на... На факт наличия вещи, так скажем. Вот. И поэтому... Можно сейчас просто его неплохо продать. Так. Наверное, сигареты оставлю. Гильзы оставлю. Медикаменты. Еду. Тут вроде тоже... Тут еды много было. Это я помню. Удобрения. Да, удобрения тоже. Мне нужно будет сделать ловушки. Для животных. Так, дерево, опять же. Ну, давай удобрения ставим. Дерево возьмем. Тут прям много всего. Мне общество... Нет, ну я дерево, конечно, потратил. Но мне сейчас даже, наверное, бы... Материалы были более важны бы. Что у меня? Сколько материалов? Восемь. Восемь это вообще мало. Там наверху точно есть много материалов. Я не помню, если у меня есть части оружия для того, чтобы сделать себе новый топор. Так, тут все позгребали, по крайней мере. Сахар, вода, стакаются. Что я могу поторговать? Овощи, кстати, можно бы взять. У меня... Фишка в том, что у меня места нет. Что-то я могу... Заодно мяско забрать. А, не смогу даже три шестеренки забрать. Серьезно? Отлично, мы договоримся. Заодно мясо... Да, детали лучше возьму. Потому что мясо у меня есть. Еда, в принципе, у меня есть. А это потому, что я забежал, он на меня целится, да? Ну, хорошо, извини, чуваки. Но я не собирался так дерзить. Так. Давайте я посмотрю, что наверху. Медикаменты это всегда полезно. Вот это все, оно всегда полезно. Сюда нужно будет сходить еще раз точно. Оно прям... Оно прям просится. Ладно, нет, бежим к выходу. Все. Зайдем сюда на следующую ночь. Без топора. Рубить тут нечего. Открывать тут мы уже все открыли. Тут вон торговцы нервные. Кто бы ни был нервным у них вместе. В принципе, гита у нас есть, дерево есть. Там та штука обвалилась. Но я, в принципе, мог там что-то сделать. Если бы я не подряд стал бы чинить, а начал бы чинить именно с того места. Но, опять же, провстыкал, да. Ничего не поделаешь. Там один предмет искусства где-то потерялся. Я и так уже сколько? Три-четыре сжег. Так что нормально. Очень много классных вещей. Какая ночь. У нас не нападали. Очень голодная и устала. Значит, хавать. И быстро спать. Эта часть обвалилась. Обвалилась. Потрачено. Так. Сейчас посмотрим. Я не уверен, хочу ли ее укреплять. Но давайте посмотрим, что я могу сначала построить. Потому что деталей я не так много принес. К сожалению. Улучшить оружейный верстак. У меня не хватает именно деталей. Погоди, это оружейный верстак? Или внизу оружейный? Сейчас посмотрю, я не помню. И тут не хватает тоже деталей. У меня все есть. Слесарный верстак. Вот. У меня все есть, у меня не хватает деталей. Значит... А, вот это оружейный. На топор. Ага. У меня не хватает деталей и оружия. Поэтому топор сейчас нецелесообразно было бы. Расходовать. Радио. Кровать. Но у меня ни на что, опять же, не хватает деталей. И в этом у нас вся загвоздка. Я бы вот это поставил бы. Фильтрация воды. Вода у нас, в принципе, есть. Вот это вот поставить было бы неплохо. И потом этим торговать. За это мы можем купить там практически все, что захотим. Давайте посмотрим, придет торговец, не придет. А, ты очень голоден? На, иди поешь. Ты же, наверное, тоже очень голоден. Ты ешь, ешь. Нет, чуть не подавился, да? Сколько у нас растопок? Одна. Ну, пойдем тогда делать растопки. Ты иди спи. Во, кто-то за дверью. Погоди. Давайте сходим, глянем. Здоровое место, неудобно. Этот у нас или что-то будет просить, или еще что-то. Сейчас посмотрим. Привет. А, с ним еще и поторговать можно. Я просто хотел... Я хотел спросить, это вы тут всем заправляете? Нет, Милена здесь главная, но она вышла. Хотите ее подождать? Ну, слушайте, мы тут торгуем всякими вестелушками. Но у вас может быть кое-что ценное для меня. Могли бы заключить сделку, помочь друг другу? Наши экспонаты не продаются. Я ищу старые материалы дел. Вам они ни к чему. Зато мне эти бумаги очень пригодятся. Какие документы вы ищете и зачем? Захват собственности и вымогательства с 72-78-го годов. За информацию этих документов я мог бы вам помочь. Блин, даже слушать вас не станет. Но она и сейчас не здесь, подумайте. А она у меня есть или нет на самом деле? Так. Ладно. Что у тебя тут? У тебя тут куча всего полезного, что я хотел бы. Например, один из пистолетов мне совсем ни к чему. Но давай начнем с ценностей. Я хочу вот это. Вот это. Вот это. Вот это. Вот это. И я даже не знаю, сейчас будем смотреть. Так. Ну, пойдем с козырей что ли? Нет, да? Нет, да? Хорошо. Два пистолета. Чувак. Не упустил свой шанс. Что мы снимем? Мы снимем, наверное, таблетки. Так не пойдет давай больше. За два пистолетов можно взять хавчики и лекарства. Ну, это прилично. Это прилично. Кстати, знаешь че? Очень щедро с моей стороны. Наверное, вы шутите. Хорошо. Даем еще один пистолет. У меня все равно, смотрите, дома два человека. У них будет дробаш и пистолет. Я все равно с собой буду брать ножном или что-то такое. Так что, ну, для опасности... Блин, даже не знаю. Так, дружище-то. Лекарства, да? Наверное, шутите. Так не пойдет. Давай больше. Отлично. Давай немножечко. Отлично мы договорились. За два пистолета, за табак, драгоценности нафиг не надо. Мы покупаем, в принципе, нужные нам вещи. Договорились. Мне вот здесь, если вам что-то понадобится. Я бы на самом деле, как это, типа, опять приходило, разнюхивал что-то как. Мы, наверное, поскорее бы вернулось. Я могу пойти и посмотреть, есть ли у меня эти дела? Я бы их продал, на самом деле. Так. Цветоводат, церемниальные предметы. Захват собственности вымогательства. Ну-ка, материалы, нашумевшие в процессе покорения и несовершенствительства. Важные. Отобранные. А как мне их продать? Я же не спалил то, что мне... Они, кстати, могли... Их можно... Их могло завалить вполне там наверху. Церемониальные предметы. Это я сжег. Скульптура световодатая сжег. Наш дом я сжег. Как бы это плохо не звучало. Единственное, что я там наверху не подобрал. Захват собственности. Погодите. Какие-то там еще раз говорил документы. По-моему, это было то, что надо, не? Ладно. Все, до свидания. Я не знаю. Я, возможно, немножечко ошибся. Уж извините, ребят. Так. Нам нужно пойти сделать травишек. Пока у нас хватает дерева. Ну, такой вариант, что дерева опять может скоро начать нехватать жестко. Так. Еда у меня есть. Вода у меня есть. Я могу опять приготовить. Ты проснулась? Голодна. Сегодня у нас был новый посетитель. Меня... Меня лапомит Тарас. Товар у него вполне обычный. Но он как-то подозрительно интересовался некоторыми нашими документами. Да не как-то подозрительно. Вполне очень даже осознанно подозрительно. Растопку из... Из книги... Так. 2, 3, 4, 5. Давайте сделаем 6. Сейчас 3 закинем в печку. Еще 3 у нас останутся на завтра. Получается... Они 3 прогорают, 3 остаются. Но в среднем, плюс-минус. Поэтому я сейчас сделаю 6. Этого должно хватить... Давай закидываем до конца дня. Лекарства я пока что не буду этому перцу. Давайте обойдется. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Завершаем день на 11 градусах. Меня это вполне устраивает. Идем. Огромное количество оружия в супермаркете у нас осталось. Много оружия. Институт Самуила. Много запчастей, много оружия, немного материалов. Короче, у них насчет много и огромное количество немножечко расходятся. Хорошо, идем в супермаркет. Еще раз сгребаем. Там все, ничего с собой уже не берем. Просто добываем. Вот сигареты, кстати. О, привет, пацан. Я как-нибудь доберусь еще до вас. Это не угроза. Можно как раз все сигареты, что я сейчас найду, пойти просто выменять у них на что-то полезное. Сейчас лутанем все, что на нижнем этаже. Будем действовать систематически, так скажем. С нижнего этажа, с среднего этажа, с третьего. И потом с крыши соберем. И все, что нам не понравится, мы сейчас пойдем попробуем выменить. Так, забираем тут у нас кучу сигарет. Вот тут надо будет все утонуть. Меня, в принципе, сейчас больше всего интересуют именно материалы и дрова. Потому что со всем остальным у нас вроде как напряга нету пока что. Вот, вот, фу, чтобы, как говорится, чтобы так и было. Забираем все. Валим на следующий этаж. По-моему, как раз вот этот этаж на входе мы весь прошерстили, весь залутали. И тут у нас, по-моему, даже точки интереса не осталось. Зато они есть тут наверху. Да, тут тоже все. По-моему, даже и этот этаж мы весь залутали. Сейчас, возможно, тут будет кучка. Нет, здесь пацан испуганный. Давай тогда наверх. Лутонем все, что наверху. У нас, в принципе, нормально по времени. Мы должны бы успеть все. Огромное количество оружия. Всякие, наверное, вот это вот имеется в виду гильзы и порох. Хотя, с другой стороны, их тут я много не нашел. Вот тут вот есть, я уверен. Обычно там, обычно там есть место, где лутонуть. Нет? А как тогда? А, погодите, возможно, у торгашей имеется в виду, что у них есть куча всего. Ну, их типа можно убить. Да, я понимаю. Но мне оно как-то не холодно, не жарко от этого. Книжечку не могу взять. Давай я сигареты ему продам. Они делаю... Нет, они нервные, в принципе. Не потому, что я забегаю или... Так. Растопку. У него деталей нету. Вот в чем проблема-то. Я могу взять вот это, конечно. Могу взять вот это. Отлично, мы договоримся. На тебе, это еще и вот это. Чтобы у тебя такого по мелочи. Я бы морковочку взял бы. Так не пойдет. Давай больше. На. Больше. Но там книжка была. Нет, погоди. Отлично, мы договоримся. Да, давай, за два топлива, два этих. Но я скину сигареты, которые мне не нужны. Гильзы, которые... Ну, я вряд ли буду делать свои собственные патроны. Мне проще обнести каких-то бандитов. А вот... Ну, то есть, я всегда так играю. У меня... Ну, своих собственных патронов я обычно не делаю. Потому что, ну, на это надо ресурсы, на это то-то все-то. Давайте договорились. Я могу теоретически вас убить. Но я этого делать не буду. По двум причинам. Во-первых, у меня нет автоматического оружия. Во-вторых, на вас нельзя. А тут устроить засаду? Никак, к сожалению. А в-третьих, на самом деле, можно было бы пострелять и смыться. А потом... Ну, нет, мне это не надо. Все, валим отсюда. Тут у нас торговцы. Если что, запоминаем. И все. Я, в принципе, залутался почти полный. Ну, то есть, так бы я ждал, пока у меня придет торговец и купит сигареты. А так я их просто продал на месте. Потому что они мне нафиг не нужны. Даже кто-то из моей компании курильщик. Мне на это, ну, честно говоря, глубоко... Потому что я не одобряю курение. И вообще, в такие трудные времена нужно избавляться от плохих привычек. О, очень хороший улов на нас. Напали. Легкое ранение. Ничего, припадешься. Пять патронов потратили. Вот это не очень красиво. Блин, ребят. Они, типа, отстреливались. Все дела. Я понимаю. Легко ранен. Не, не, не. Я не буду тебя не перебинтовывать. Ничего. Просто забудь. Что у нас по материалам? 15. 15 это вот вообще ни о чем. Поэтому... Нет. Просто нет. Сколько патронов осталось? Еще 11 патронов. Ну, если они 5-6 патронов на ночь тратят... Так, эти трудные времена воздействуют в нашем доме. Но годами он был домом для многочисленных сокровищ культуры. Нам не хватило... Не хватает стульев. И не помешало бы кресло. У нас есть кровать, и мы спим в нормальных условиях. Если кто-нибудь заболеет или получит ранее, им будет где отдохнуть. У нас нет радиоприемника. Мы не знаем, что происходит в городе. У нас есть несколько книг. Хорошая книга помогает забыть об ужасах войны. Радиоприемник. Сколько он стоит? Давайте чекнем на минуточку. Могу ли я себе позволить такую роскошь? Сейчас я, в принципе, все могу себе... 7. За радиоприемник. Давайте сделаем, на самом деле. Эта штука, возможно, будет нам выгодна. Ну, тут можно еще раз порочку поставить, но я пока, опять же, этого делать не буду. Мне... Мне и так нормально. Так. Это место все, что у меня осталось. Ну, это все. На самом деле, мне музей не нравится. Слишком громоздкий, слишком здоровый. Неуютное место. Ну, понятно, что оно и не должно быть уютным. Это музей, черт побери. Но все же. Так. До сих пор сохраняется низкая температура в... В осажденном погоре. Все труднее становится найти трава. Люди собирают все, что можно сжечь. Сейчас берегайтесь. Банд мародеров, рожащих по городу. Рекомендую перед дверью и выход на улицу. Так, это низкая погода. Классическая музыка. Банды мародеров. Дружба народов. Любимая многими мозаика Михи Коррена. До вчерашнего дня украшала городской парк. Стала последней жертвой войны против нашей культуры. Она разлетелась в тысячи мельчайших фрагментов под... ...прямым ударом по трем пулеметным огнем. Ну, искусство страдает. Это мы все знаем. К сожалению, атакующая сторона очень часто обладает навыками варваров. И пытается нанести как можно больше урон не только населению, но так еще и культурному наследию. Так, разогреваем и завершаем день. На 9 градусах не очень хорошо. Но все-таки все, что есть. У нас есть стройплощадка, где много чего. 52% супермаркет. 70... 67. Немного инструментов, много оружия. Можно сходить сюда. С топориком. Вот. И попробовать нарубить себе еще дерево. Я думаю, что сосед там уже окочурился, к сожалению. Вряд ли я ему чем-то смогу помочь. И лута тут не так уж и много оставалось. Блин, я даже шагов никаких не слышу. Хотя вон украсть. Украсть. Сахар и воду. Ну, в принципе, ладно. Кофе. Кофе можно, кстати, неплохо продать. Тут... Да, тут можно тоже лутануть. Сейчас посмотрим, что у нас выйдет по луту. Я сначала все соберу. А потом мы с вами посмотрим. Две вещи можно в труху разнести. Мы опоздали. Да понятно, я не торопился. Тело моего соседа. Он замерз насмерть. Ну, потому что, блин, мы и тогда не особо-то могли чем согреться. Так, коллекция опьянилых пластинок взять. Разрубаем нафиг. Замерз насмерть. Ну, КП, да. Оно и понятно. Если бы я его нашел изначально, мне не было бы украсть. У меня было бы забрать. Офигеть. Стоп. Давайте разнесем уже топор тогда до конца. Вещь сломана. Я понял. А, а это украсть, кстати. Так, нафиг кофе, нафиг вот это все. Нет, сахар возьму. Сахар можно выгодно продавать. Предметы чертового искусства. Предметы чертового искусства. Берем кучу дерева. Сейчас сверху я посмотрю, если я смогу еще розжига стакнуть сюда. Там детали для оружия. Сколько? Одно или два? Если два, две детальки, то я смогу себе новый топор с этого сделать. Вот тут ножовка есть. Одна деталька для оружия. Это печально. Так. Тогда знаете, что, ребят? Вместо сахара, вместо вот этого всего. Набираем пока что материалов. Два. Два, кстати, это не... Давай ножовочку еще с собой возьмем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять мест. И там парочка выложил. Сюда можно прийти еще раз. Сюда можно прийти еще раз. Уже до конца тут все вынести. И все. Хорошо, что я все разрубил. Тушуку разрубил. Неплохо, на самом деле. Ну, разжились дровами, разжились растопкой. Растопочка это всегда хорошо. Особенно сейчас. Да, тебе с нападений. И, кстати, на сколько дней рассчитано это выживание? Потому что, если я правильно помню, там оно от 25 до 42 дней раньше было. Какая ужасная смерть, да. Согласен. Но, опять же, это война. И на тот момент... О, грузовик. Нет, погоди, мы еще не валим. Слушайте, все, я нашла грузовик. Да я вижу. Хе-хе-хе-хе. И, и че? Милена, у тебя получилось? Теперь у нас есть шанс. Пора начинать эвакуацию. Положение в городе ухудшается. Армия наступает с каждым днем. То есть мы должны уехать прямо сейчас? Опять? Еще нет. Сначала нужно подготовить все упаковать. Этот грузовик знавал лучшие времена. Нужно его починить и раздобыть горючий. Да иди ты нафиг! А что дальше? Мы знаем, куда ехать? Это самое сложное. Я пытаюсь что-нибудь придумать. Ну а пока нам нужно погрузить как можно больше вещей в машину. Нам, то есть нам. А ты пойдешь опять дурака валять, да? Я понял. Очень голодна. Так. Быстро хавать и спать. Милена вернулась с грузовиком. Она так настойчиво уговорила присоединиться к ней, что я не сомневаюсь в ее успехе. Теперь мы все вместе должны сделать следующий шаг. Мой сосед не выжил. Он замерз насмерть. Если бы только я принесла ему топливо раньше. Возможно, он сейчас был бы жив. Мне приходится принимать решение, иначе я умру на жизнь. С последствиями этих решений очень нелегко. То есть, ну на тот момент у меня было условие или... Так, ты еще ранен, очень голоден. Или я зажигаю предметы искусства, которые очень важны. И игра мне так это подчеркивает. Или же, ну, чуваку крантец просто. Так, вот это. Ну пусть рушится. Мне нафиг не надо, в принципе. Зачем я его буду усилять? Я не знаю. Так, пошла спать. Следующий. Похавал. Ты у нас сегодня будешь по дому заниматься. Отлично. А ты будешь... Блин. Ладно, съешь консерву. И пошел спать. Будьте устанавливаться после ранения. Все. Так, теперь. Как... А как мне что загрузить? Я не пойму. Ладно, пофиг. Давайте приготовим еды немножко. Так, как взрослого видеть Милену в музее? Я был на... Я бы сам не... Был сам не свой всякий раз, когда он ходил. Я ведь на улице по городу очень опасна. А теперь, когда она вернулась, можем продумать свой следующий шаг. Сегодня заходил меня Латарас. Так, это мы уже читали про другого. Трезвенек, курильщик. Ну, курильщиком сейчас быть не надо. Сейчас быть курильщиком. Две порции. Давайте сделаем две порции. Так. Я не пойму, что мне куда загружать надо. Сейчас посмотрим вот это вот. Глянем, что у нас тут написано и что мы можем... Подготовьте грузовик. Милен сегодня вернулся к грузовикам. Он едва доехал до музея. Мотор барахлит. Ай, в баке пусто. Нужно найти запчасти и топливо, чтобы он был готов к эвакуации. Ай. Так. Еще рано еще рухнуло еще один этаж. Мы должны поскорее укрепить комнаты внизу. Так, внизу-то комнаты в порядке. Так, это вот... Вот это починка? Давайте смотреть. То, что там... То, что там рушится, мне это не особо так. Так, канистра и ремонт двигателя. Мы должны отремонтировать двигатель. Это что такое запчасти к двигателю? А ты у нас... Канистра топлива. Я понял, вам придется искать эти вещи. Очень печально. Ну, я понимаю, это добавляет геймплея. Но все же... Так, ребят, извините. Помешали и отвлекли. Отвлекли и помешали. Это какое-то помешательство. У нас, по крайней мере, есть растопка. 10.40. Вряд ли уже сегодня к нам кто-то придет. Эти этажи пусть не... Тварь, тут есть вон еще кусок искусства. А почему я его раньше не заметил? Ай, чтоб тебя. Я его же не успею, да? Он еще скажет. Тут слишком опасно. Твою заноку. Мне придется вот этой фигней заниматься. Пять материалов. Да. Ну, так-то, на самом деле, сколько там было вещей. Сейчас посмотрим. Если я две ходки сделаю, сверху сейчас обрушится. Да, я понимаю, но мне оно нафиг не надо. Я вот этот сейчас укреплю. Потому что сверху я уже все вытащил, что можно было вытащить. Два положить, спасти. Так, ты, дружище, ты, конечно, приходишь в себя. Но тебе придется еще раз метнуться сюда, чтобы тоже спасти искусство. Давай. Ради искусства. Можно и побегать раненым. Докинем дровишку. Вот эта часть тоже обвалится, но мне на это пофиг. Тут вообще капелька осталась. Она, скорее всего, до конца дня рухнет. Так, уложим. Спасти все. Ну, типа, да, она мигает. Ну, все. Пусть, пусть падает. Меня это не особо сейчас интересует. Завершаем день на 11 градусах. Меня это, в принципе, вполне устраивает. Есть автомастерская. Там опасно, не опасно. Огромное количество запчастей. Много оружия. Много материалов. Немного еды. Также и в приют можно прийти. Там немного всего. Давайте, наверное, в мастерскую наведаемся. Посмотрим, что там может быть. Там не написано ни опасности, ничего. Соседский дом. Много оружия. Давай, сходим. Посмотрим, что нам надо. Я не буду пока... Хотя нет. Давай я вот ломик возьму. Может не ломик, может отмычку. Добывать. Что-то одно, если что, вскроем. Посмотрим. Я не знаю, будут там люди, не будут. Ооо. Я это место, кстати, знаю. Ну, где-то территория. Здесь все. Кто-то накопил на стене. Прятки кончились. Встретимся на небесах. Ну, встретимся. Тут, да, тут тоже есть Лутецкий. Давайте и его заберем. Ну, к тому же в таком отвратительно труднодоступном месте. Ой, там эти препараты просроченные. Место, чтобы прятаться. Хм. Давай, наверное, вот это, вот это. И вот это тут оставим. Заберем дерево. Электронику. Потому что это важно. Давайте оружие тоже. Ну, пули, патроны. Тут прям много, реально много всего. Когда война закончится. Что-то-то там, где-то-то там. Даже мне сейчас не сколько дерева важно. А вот если я буду менять дерево на материалы, меня это вполне устроит. Мне надо много материалов. Интересно, я... Так, там окно стучит. Там человек. Человек, возможно, не опасный. Я не уверен. Ну, тут можно прятаться. Даже, наверное, я вместо пульки возьму вот это. В депрессии? В смысле, в депрессии. Ну, тебя нафиг с депрессией. Детали для оружия. Это я уже не могу взять. Ну, тут прям есть что полутать. Давай аккуратненько походим. Посмотрим, надо ли тут что-то взламывать или не надо. Она в депрессии, скорее всего, это из-за соседа, из-за мужика. Не надо было туда ходить. Я сейчас уже так думаю. Ну, уж что есть, как говорится. Так, тут опять шестеренки. Опять детальки. Прям тут нормально так по деталькам. Там у чувака можно что-то украсть. Офигеть! И сломанный автомат, и сломанный пистолет, и прям... Ой-ой-ой-ой, как вкусненько-то тут. Ну, я понимаю, что это все нужно будет чинить потом. Опять куча деталей, и просто море. Ну, давайте я попробую поговорить с этим человеком. Я знаю. Эй, что тут высматриваешь? Я ищу запчасти, хочу починить свой старый грузовик. Ищу запчасти в гараже? Тебе повезло, перед тобой механик. Какое совпадение? Вот, бери, что хочешь. Серьезно? Конечно, нет. Нужны запчасти, плати. С меня много не возьмешь. Сколько ты хочешь за эти детали. Я человек простой, и вкусы у меня простые. Я люблю золото. Друзья прозвали меня вороном. Знаешь, почему? Ты каркаешь? Потому что я люблю золото. Сейчас в блестяшке лучшая инвестиция. Принеси мне золотишко, тогда и поговорим о запчастях. В этом мире у всего есть цена. Во время войны цена в несколько раз выше. Если тебе нужна моя помощь, принеси что-то красивое, ценное и подходящее для обмена. Старое доброе золото, лучшая валюта в наши дни. Нам нужно. Дайте мне секунду. Так, взламывать тут, кстати, нечего. Отмычку можно нести домой. Его можно просто убить. Записка, София. Взяли из твоей драгоценности. Прости, надо заплатить перевозчику, чтобы нас вывести отсюда. Больше ждать нельзя. Все возмещу. Леон. Ага, понял. Осталось, это не получится. Бежать к выходу. Его можно убить. На самом деле. Без клиента здесь скучно. Конечно. Ну, то есть, можно принести ему золото, а можно убить. Надеюсь, у нас так. Но он мне не нравится. Блин, там солдат, что ли? Ай, у нас очень много прекрасных вещей. Согласен. 28 деталек. Это прям топчик. Иди сюда. Сюда иди. Что это за фиг? Зашел к нам. Не поздоровавшись. Грузинские солдаты в нашем музее. Я надеялся, это никогда не наступит. Алковник Марков. Я ищу заведующего музеем. Значит, вы ищите меня. Вы пришли уничтожить наш музей. Последние остатки нашей культуры, которые нам удалось от вас спасти. Не волнуйтесь, мы пришли поговорить. К тому же, если командование узнает, что я здесь, у меня будут не меньше неприятностей, чем у вас. И вы хотите, чтобы я вам поверил? Блин. Вам известно, какой приказ он? Уничтожить из этой высшинской культуры в городе. Какой приказ он? Вы правы. Армия действовательна хочет стереть леса земли, все значимые для вашего народа. Вы гордитесь собой, полковник. Вы пришли хвастаться. Я констатирую факт. Я солдат и знаю сцену войны. Уничтожение целой культуры, исторических памятников с оставшимися поколениями. Вы не покажете мне экспозицию? Кажется, у меня нет выбора. Ну что, выбор есть всегда. Я не понимаю, зачем вы до сих пор сюда ходите? Я могу вам помочь. Я даю вам единственный шанс выбраться из города. Моё подразделение стоит на дороге сразу за городом. Догадываюсь, что пользование дорогой платное. Всё имеет цену. И эту цену очень даже стоит заплатить. Какова ваша цена, полковник? Битва при пьявочном болоте. Да вы шутите. Зачем вам самая ценная высшинская картина? Я знаю людей, которые много за неё заплатят. Так почему вы не заберёте прямо сейчас? Моя начальство хочет сжечь это здание и всё, что внутри. Я не могу её просто забрать. Со мной следят. Если вы... Но если мы всё продумаем, мы оба сможем остаться в выигрыше. Отдайте ему эту картину. Ну хорошо, я понял. Да, давайте. Как я уже говорил, выбор есть всегда. Одна картина может спасти всё остальное. Ну, в принципе, я его понимаю. Подумайте об этом. До скорой встречи. Мне нужно грохнуть механика. Если военные ищут эту картину, я должна её спрятать. Спрятать, блин. Взяла, унесла такая. Да сколько можно, блин, вот этой фигнёй заниматься? Спасители фиговые. Спасать предметы искусства. Каждый день нужно спасать предметы искусства. Честно говоря, вот эта часть геймплея, она немножечко лишняя, по-моему. Так, нам приходил какой-то подозрительный полковник. Какая наглость? Угрожал нам, шантажировал. Он явно не слишком верно служит своему начальству. Для меня это... Для меня верность это главное. Чувак. Он пытается... Я понимаю, что за свой шкурный интерес. Но он пытается вам помочь. И как бы... Ну, могли бы, наверное, немножечко... Хотя чёрт его. Понимаете? Фишка в том, что мне эта картина абсолютно пофиг. То есть мне игра говорит, что она ценная. Но я не чувствую её ценности. Да, мне даже показали, как она там мелкая с дедушкой была возле этой картины. Что это часть их истории. Рубить мечом. Все дела. Но я как-то не проникся. Вот. И... Опять же. Это шанс спасти эту картину. Вы понимаете? Да, она будет в чужих руках. В частной коллекции. Все дела. Но эта картина останется. А не будет сожжена, уничтожена и всякое такое. Поэтому... Ну, как бы, ребят. После вырезни в синагоге я вздрагиваю при виде военной формы. От этого полковника мне особо не... А, мне не по себе. Не знаю, что думаете о предложении. Но кажется, что-то тут нечисто. Ну, как тебе сказать, дружище? Насчёт нечистого. Ну, как бы, да. На войне врагу доверять нельзя. Но в данном случае я пока что не чувствую никакого подвоха. Чуваку нужны деньги. Это его мотивация. Такую мотивацию я вполне могу понять. Опять же. Если бы он мог забрать эту картину сразу же и продать, он бы это уже сделал. Значит, опять же, ему нужна наша помощь. Есть некие условности. Такое. Не туда, не сюда. Проблема в другом. Что вот здесь я не могу ровно сидеть, знаете, на заднице. Вот. И ждать, пока война закончится. Мне тут нужно прям активно действовать. Так. Слегка ранее. Ну, то, что слегка ранее, меня не особо волнует. У нас тут обвалился ещё один пролёт, опять же. И вот этот пролёт тоже обвалится. И это меня тоже не особо волнует. Подкидываем дровишки. И завершаем день. Я что хочу? Я пойду в автомастерскую. И я пойду, наверное, вот с этого перца. Пусть это в депрессии пока что лежит, отдыхает. А ты у нас, дружище. Жерелье Ани. Фамильная драгоценность. За него можно купить необходимые запчасти. Но это последняя памятная вещь. Осталось её семье украсть. Нет, дружище. Мы сделаем по-другому. Поехали. Голоден. Ну вот и всё. В смысле, ты на него накинулся сзади со стелсом с ножом и не убил его? А у него тоже был, кстати, нож. Он вполне мог меня сейчас нормально так упырнуть. Я сейчас заберу всё, что мне надо. А, тут только... Тут только детали двигателя. Ну, в принципе, тоже нормально. Канистру мы ещё где-нибудь добудем. Детали, оружие, еда. Давайте я тут ещё внизу пошарюсь. В принципе, ещё один нож. Можно будет потом загнать кому-нибудь. Обычной детали нет. Вот, вот это, наверное, я хочу. Вместо еды и вместо... Нет, это я заберу. Это заберу. И вот это вот тоже заберу. Всё. Валим отсюда с оружием. Такая у нас будет коротенькая ночь. Ой. Даже не пришлось стрелять. Я взял, на самом деле, на всякий случай и пистолет, и всякое такое, но... Ну, вот. Рубен в убежище. Рубен. Ну, что ж. Двигатель мы достали. Детали. Мне нужно теперь бенз. Где может быть бенз? Надо будет глянуть. Привет. Посмотри на все эти вещи. Вот так бы каждую ночь. Каждую ночь ходить бы и убивать людей. Мы не смогли толком поспать, потому что Аня рыдала всю ночь. Да. Депрессия она такая. Депрессия она такая в военное время. Рыдать на весь музей. На пять, зараза, этажей рыдать так, что не поспали целых три человека. Это гениально. Я опять ухожу перед остальным. Мы должны найти способ эвакуироваться. Город окружен со всех сторон. Куда ты хочешь податься? За все эти годы я обзавелась какими связями. Шансов немного, но стоит попытаться. А вы тем временем подготовьте все к отъезду. Мы обо всем позаботимся, пока тебя не будет. Пожалуйста, будь осторожна. За меня не беспокойся. До скорого. Ну что, ребят, давайте тогда на этом моменте... Плохо спала. Очень голодна. В депрессии. Полковника выбил всех из колеи. Да-да-да. Его предложение, правда, было более похоже на шантаж. Но, по крайней мере, он пришел без оружия. Отряд бойцов. Вот, кстати, о чем я и говорю. Давайте тогда на этом заканчивать. Мы начнем, получается, с этого же момента. Мне интересно, чем это все закончится. Поэтому я сегодня сделал серию немножко подлиннее. Мне интересно. Все, ребятушки, говорите теперь. Пишите, что как кому. Что вы думаете о всей этой ситуации. А мы пока будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра-бобра. Всего лучших. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok